10 минут, смотрим. Вот это неправильно. Значит, человек не понимает, что к религии относится серьезно. Как минимум сказать, понимаете, даже если сказать до конца жизни, это лето. И маргинал. Он же серьезнее всех относится к религии. Мубер-маргинал Анатолий известен тем, что он лучше всех относится к религии, конечно же. Мы же все знаем Мубер-маргинала как самого знаменитого любителя всех религий. Хотя бы одной. Я аналитический философ, да. Я критикую религии, да. Я критикую христианство, русских ненавижу. Я уехал в Америку, потому что ненавижу Россию, да. Да-да-да-да-да. 40 лет, 40 лет, да. Это же логично, 40 лет, абсолютно. Чем родились там и жили. Но если хочешь поменять, хорошо, ну на минимум на 40 лет. Как в рабстве, а потом отпустим. Ну понятно, до конца жизни там есть скрытая надежда, что это завтра, например. Блин, почему-то тихо очень, они стремят. Прям вот плохо, очень тихо. Да, всякие, всякие ситуации бывают. Вот правда. Блин, Дугин, наверное, думает, какой прикольный подсос-то у меня теперь. Азимандий 100 рублей. Что Александр и Маргинал думают о работах Молдбага и Ника Лэнда и о движении на Рекс в целом? Нет, ну он сейчас вообще позитивно относится к, по сути, единственному. Вот это просто Дугин, это противоположность Маргинала, если мы так будем судить. Вот две противоположности собрались. Да, и поддерживает разговор какими-то общими фразами. Круто. Ну, про НРЭКС в целом и про Николэнда есть в... Вы посмотрите, какой голосок у него мягкий сейчас стал. Ну вы посмотрите. Ну вы посмотрите, а? Ну про Николэнда, ну давайте, я не знаю. Ну, ну и Клэнд. У нас... Смотрите, какой мягкий. У него книги, я как понимаю. Как обычный Маргинал разговаривает, и какой раз говорит в присутствии Дугина. Это как, не знаю, это как отец дома, отец на хате. Политик. Я так понял, мое видео в конце будет, а когда окончание стрима? Ваше видео будет после видео с Александром Дугином. Вот это, после 10 минут этого видео. Уже прошло 2 минуты. А потом мы будем еще Смешариков смотреть и музыку слушать. Немножко. Одну композицию и Смешариков. Каэтерна. Да, да. А про Молдбага? Ну, он совсем не впечатлел. Это автор черного просвещения. Вот, в общем, отец пришел на хату, и сын себя ведет теперь очень хорошо. Это как бы, как-то так можно трактовать. Сама книга, это особо Лендер не понравилась. Мне понравился его, этот, фанг, этот, Номэн, клыкастый, или Номэн. Там, набор каких-то крайне револютивных, таких вот, как бы, метафизических... Понимаете, причем, Маргинал, он обычно на стримах просто качается сюда-сюда, а он сегодня головой качает. Одновременно, вот так вот. Интересно. Ну, Бояршинов просто тоже постарше и покруче получается. Убер Маргинала, поэтому, ну, вот, по-доброму тоже относится. Очень позитивно. Но, как я понял, я не знаю, надо было... Ребята, закажите мне все когда-нибудь. Я надеюсь, вы все это посмотрите. Гость был интересный, благо. Просто, действительно, это как-то странно. Причем, понимаете, Бояршинов это не противник Маргинала. Бояршинов ученый, физик, физик, ученый-физик. Маргинал очень хорошо к науке относится, позитивно, крайне. И понятно, почему у них диалог может складываться крайне позитивно. Что вот они здесь беседуют так мило, непонятно. Чрезвычайно релевантный. Я, кстати, мне кто-то предложил из друзей Венда сделать с ним тоже. Хотя бы спор. Ламарак 3. Хотя бы какой-то спор. Хотя бы какое-то движение было бы неплохо. Пока я... Вот в этой части видео я его не вижу. Я посмотрел 10 минут с самого начала самостоятельно. Я там видел тоже вот какой-то вот такой вот очень позитивный напор. Знаете? Ой, смотрите. У нас здесь вот Александр Дугин. Но я не знаю, стоит ли его представлять. И не стоит. Он сам за себя говорит. То есть, понимаете, в чем дело? По логике маргинал должен критиковать Дугина. Радикально. Всех людей, которые так или иначе придерживаются взглядов Дугина, он критикует. Очень радикально критикует. Там вплоть до того, что он матерится на них. Понимаете? Некую беседу. Мне интересно. Мне вообще кажется, что при полной такой полярности взглядов, моих иленда, между ними есть некое какое-то стилистическое созвучие. По крайней мере, стилистическое в том, что я стараюсь говорить совершенно прямо, что я думаю. Не обращая внимания на рецепцию, и он, с другой стороны, с черного акселерационизма, с такого философского методического сатанизма, он открыто все вот описывает программу не только. То есть, пока я вижу, маргинал тупо кивает, друзья. Уничтожение человечества, но и уничтожение жизни на Земле в качестве положительной цели. Маргинал, понимаете, в чем противоречие? Маргинал не уважает никого, у кого были бы взгляды, похожие на Дугинский. И вдруг он уважает только Дугина. И он ведет себя как Шелковый. Как замечательно. То есть, понимаете, он ведет себя так, как он должен был бы вести себя с другими гостями, если бы он был приличным человеком. Вот, как бы это так получается. Это странно. Это невероятно странно. Это мало кто так честно открывает, ну, собственно говоря, карты некоторых, довольно-таки логического предела. Хотя я понимаю, что это был большой труд затащить к себе Дугина, уговорить его участвовать, если бы он начал как-то его критиковать, как-то с ним по-настоящему спорить, как-то выражать свою позицию таким образом, как он это обычно делает. Понятно, Дугин бы просто взял и выключил бы трансляцию. То есть, понятно, что это труд его здесь, как бы, тоже здесь играет. Идеологические тренды, как вот в Миклэн. Я в этом отношении отношусь... Я когда своим знакомым либералом, таким промежуточным либералом, ум не стучал. Понимаете, в чем проблема? Ну, ему интересно, да, ему интересно. Просто маргиналу ничего не интересно, если это не Дугин в данном случае. Вот, например, если вы посмотрите, как маргинал относится к другим умным ребятам, которые были непосредственно, участвовали с ним в диалогах, да ему насрать на них. Это просто какие-то... Это биомусор, который не разбирается в аналитической философии. Все, пошли вон в мусор. Вы ничтожество. А вот, видите, с популярными ребятами... Да, да. Еще голос поменялся, понимаете? Это тоже очень психологически интересно. Я рассказывал про Лэнда, они в ужас просто впадают. Они думают, что он один из нас. То есть это тот, кого они считают врагами открытого общества. Они не понимают, что на самом деле Лэнда просто пока... Это завтрашний день их самих, от которого им становится страшно. Но это есть черный акселерационизм. В этом есть такое, как Лавкаров. Тут я говорил, что он автор из Утромагов и с моей юности, как важнейшая часть. Лавкаров с его богами-идиотами, он служил на самом деле путеводной звездой для понимания того, что происходит сады, для того, куда катится мир. Это важнейший элемент. Вот это черномагическое и мифологическое описание настоящего, технологического, настоящего, ближайшего будущего, оно на самом деле как бы подтверждает поларизацию или ценность, или достоверность таких традиционалистских представлений. То есть он является нашим аргументом. Да. Акел, вот-вот как это происходит. Нашу правоту Лавкаров. И не Кленд для меня, не Герестанин с его циклонопедией, а они представляли для меня вот этот статус этого арха. Ну просто понимаете, дед несет, ну не то чтобы совсем ахинею, но... Ну как бы... Вы все слышали, это не очень сильно. Ну как видите, вы уже заказали мне Марго. Именно вот эту часть, именно стрима. Мне впервые в жизни заказали часть стрима с Марго. Именно часть стрима. Вот прям внутри стрима. Я думаю, по многим пойдет этот эфир. Не поможет это маргиналу, но не знаю. Аргумент. То есть они описывают достоверно ту картину, в которой обычно считают, что мы традиционалисты, ну, возводим поклеп. Я поясню, на всякий случай для админов Твича Нигерестане это фамилия философа такого. Смешная шутка. Нигерестане, Нигер... Мы ни в коем случае не говорили плохого слова. Нигерестане это было, да. Это ни в коем случае не обзывательство. Мало ли, всякое бывает. Да. Нигерестане ультралиберальный, он за Сороса, он за всякое прочее либеральное вот это, отвратительные вещи. Ну, хоть что-то родни до Дугина и Ежа Сармата. Ну, поэтому он не является моим другом, он является моим оппонентом. Мои иранские друзья придерживаются прямо противоположенной Нигерестане. Да. Макроводцы, понимаете, они не обсуждают художественную литературу. Вот в чем проблема. Дугин просто ушел не туда. Ну, дед сидит и рассуждает вот так вот. А что ему, как он и всегда делает вообще-то? Дугин всегда так делает. Что ему в голову придет? А, не Кленд, не Кленд, не Кленд. Ну, не Кленд, это как бы вот так вот, не знаю, Лакрафт, он похож на Лакрафта там чем-то. А в Лакрафте я писал, записывал видео, писал тексты, да, это тексты моего детства, вообще читал эти тексты Лакрафта, это было так замечательно, так интересно было. Лакрафта читать, внезапно. Напоминаю, что это все еще ответ про Николэнда. И не только, сейчас там молбок еще. Я просто к тому, что админ Твича такой зайдет, и тут идет обсуждение Лавкрафта, про Лавкрафт. Да, Лавкрафт, и это как-то обсуждение Лавкрафта, понимаете, обсуждение Лавкрафта, хотя настоящий вопрос, ну вот, исконный вопрос заключался вот в отношении к Молбоку и Николэнду. Уровень рассуждения Дугина, ну, 100%, невероятно. Лавкрафта мы знаем самые интересные вещи, как бы, да, то есть там ассоциативный ряд с Лавкрафтом сразу. Люди как минимум знают, как его катал. Блин, какой у него мягкий голосок стал при Дугине. Я бы многое отдал, чтобы Убер Маргинал так со мной на стриме разговаривал, друзья. Назвали, да? Значит, и тут внезапно... Вот это было бы очень приятно, если бы он разговаривал так именно со мной, знаете, мягко так, ммм, Александр. Объясняет так аккуратно, так мягко, я так им отвечаю. Вот это было бы потрясающе. Да, ктулху цена, Батмин Блум правильно отсылки делает. Дугин не очень старый вообще-то. Сколько ему? 56, наверное. Сколько? 60. Дугин. Давайте посмотрим Дугин. Дугину 58 лет, друзья. Всего-то 58. Это борода. Весь его возраст в бороде собран. Если бы он был без бороды, он бы выглядел довольно молодо. У него лицо не морщинистое, не вообще, но не то, чтобы он очень стар. Выясняется, что там как бы сходство с каким-то философом. Вот, значит, да, то есть, точнее, даже не выясняется, что сходство с каким-то философом, вопрос фамилии. Это звучит. И никаких спекулятивных реалистов админ твитчап это не знает. Саладин 100 рублей. Вопрос к гостю. Как он относится к лэндианской интерпретации Маркса? Постоянно слышу от вас отсылки к Николенду. Интересно ваше мнение. Ну, вот конкретно про Лэнда и Маркса. Я что-то не могу так достоверно что-то. Я такого тоже у него не помню. Как к антианской, вот его картина, мне понятно. Как он ответственно по-моему сторонник, может быть, я, кстати, в этом вопросе живу. Мне кажется, что Лэнд сторонник такого гипер... Блин, с Дугиным трудно. С Дугиным трудно. Капитализм, который в технологической сфере... Бля, вообще, посмотрите на его окружение. Это топ. Это просто, ну, я не знаю, это книжный рай. Я хочу туда. Создав. Я бы хотел в эту комнату и вынести оттуда Дугина в сторону и почитать, что там находится. Там, наверное, куча очень интересных книжек, замечательных. Такой конец человеческой жизни на Земле для освобождения подземного ядра. Да, мне Марго так и скажет. Еще скажет, что я долбоеб сверху, друзья. Вот как будет, понимаете, вот что будет. У нас на стриме в лучшем случае. А в лучшем случае он сейчас будет повторять, что я долбоеб как бы. Да. В худшем он меня выключит почти сразу. Я не знаю, как это будет происходить, но я не чувствую от маргинала, что будет исходить какое-то уважение вообще к обля. А вот с Дугином, как видите, очень круто. Дугин в шуе. Дугин довольно странный мыслитель. Он в постмодернизме во многом. Ну, то есть, я не знаю. Я не знаю, какое у него новаторство в философии, чем он там занимается. Я читал его книги, но это трудно воспринимается не ввиду того, что они написаны сложно. Ввиду того, что там, по сути, никаких новых идей, по сути, не выложено. Ну, я читаю, например, его на Амахию, и я вижу в этой на Амахии, не знаю, Шпенглера, Тойнби, и не больше этого. Я читаю его русскую вещь, и я вижу там Соловьева просто. Не знаю. Правится захватывать солнце. Эта программа не особенно марксистская, но скорее она такая вот Ктулху Цен такой. Да, Ктулху Цен, а вот она пошла. Но сам марксизм, он в каком-то смысле, особенно так и современный, он является таким. Ну, Дугин, он популярный, мне кажется, за счет того, что он тусил в правильных местах непосредственно. Он вошел в самые правильные тусовки, в которые только можно было войти в Россию. Это, во-первых, тусовки, связанные с искусством, это как там Южинский кружок, и не только искусство. Он и с Летовым был знаком непосредственно. То есть, понимаете, Дугин, это не то, чтобы звезда философии, это просто звезда. Он почему придерживается православия, но восхищается Алистером Кроули. Потому что Алистер Кроули это чувак, который донатит на геналу. Шутка. Ну, то есть, друзья, Дугин очень странный и очень непоследовательный в этом смысле, ну, вообще плевать. Он не чистый православный персонаж. То есть, в отличие от Васила, того же, где у Васила, в принципе, аналитическая философия смешанная и православная. У Дугина все намного сложнее, замешаннее, непонятнее. Ну, то есть, с Василом все, в принципе, понятно. Его мировоззрение, в принципе, не то, чтобы я его обесцениваю сейчас. Я говорю, у него довольно-таки понятное и последовательное мировоззрение. У него есть научная такая вот позиция. А с другой стороны, у него есть ненаучная позиция. Ну, то есть, вера. Вера и знание. Просто вообще классика философская. У Дугина тупо какая-то мешанина. Я не знаю, как увидеть там хоть какой-то смысл. Это очень трудно. Очень трудно. Крайне трудно увидеть смысл у Дугина. Читал Лимонова. Лимонов мне не нравится. Нас был... Кстати, да, Дугин во многом был замечен в всяких нас больных высказываниях. Ну, националист тем более. Ну, то есть, я не знаю. И у меня нет, наверное, ни одного параметра, по которому я бы позитивно описывал Дугина. Ассистирующим, особенно культурным марксизмом, ассистирующим элементом либерализма, на мой взгляд. Поэтому они, если они когда-то и противостояли либерализму и марксизму, то сейчас, в последнее время, они сливаются. Поэтому то, что Лэнд является сторонником и развития капитализма, и монархизма, и черного посвящения, еще и марксизм. Про марксизм я не знал, правда. Но я не буду уверен, потому что его движение, его мысли, и вот, как говорят, определенный психодерический опыт, который одно время его как-то захватил совсем, то вполне делает возможным, и нельзя исключить, что у него и марксизм как-то включают в свое такое объектно-ориентированное... Ну, короче, не клейнт наркоман, поэтому марксист. Хорошо, супер, замечательно. Исхатологию. Я не удивлен, что он наркоман, и я не удивлен, что он марксист. Окей. Анти-гуманды, анти... Кайф, просто кайф. Вообще, в принципе... И... Я не знаю, маргинал, о чем он думает. У него, наверное, сейчас обезьянка вот так вот стучит в голове в бубны. Но я бы думал, дед, что за херню ты несешь, честно говоря. Интересно, кто слово скрепы ввел. Слово скрепы, я не знаю, по-моему, даже у Чадаева еще есть. Вообще, это классическая русская философия, по сути. У Достоевского в его работах тоже в письмах есть скрепы. Скрепы часто встречаются, насколько я знаю, в русской вообще литературе. Ввел. И был ли он йогом, он не был йогом. Критика спекулятивными реалистами делезианского, например, витализма, она очень показательна, но это и у Харма. С Чадаевым, кстати, я мог херню сейчас сказать, точно не помню уже. Но у кого-то из классических русских таких философов слово скрепы уже встречается. Мне не нравится в Дугине то, что он очень много болтает. Фабула – это очень укороченный сюжет. Икскилл сюжет – это вот вы берете, там большой такой список бумаги, и вы его берете, это сюжет. Фабула – это просто пересказ событий, очень короткий. Много смотрю Маргула, Александр, у тебя прекрасный смех, особенно по сравнению с Маргой. Я думаю, у Маргула смех – это наоборот специфическая его черта, которая подняла его над всеми остальными. Технологического техники. Нет, серьезно, это выдающаяся черта, которая делает его стримы уникальными в некотором роде. В том числе. вопрос марксистской философии, это довольно такой близкий к этим объектно-ориентированным. В смысле 200-300 онлайн, я… Друзья, Марго сразу же просмотрел мое видео с аналитической философией, и сразу же я ему не нравлюсь, уже заранее. Он бы меня ни в коем случае не пригласил бы за бесплатно к себе на стримы. Понимаете, я не думаю, что Марго собирается оценивать меня по каким-то моим философским достоинством, он просто будет меня воспринимать как такого, не знаю, оппонента. И оппонент, с которым он не хочет связываться, ему плевать просто на меня. Просто нейтрально будет ко мне относиться в лучшем случае, в правильном случае. Если я что-то там буду гнать у него на стриме, у нас, скорее всего, будет, ну, такой вот… он психанет, я думаю. Ну, то есть, он будет психовать. Утопит, даже вот ул. Ну, мне так кажется, пока не знаю. То есть, он не будет разбираться в том, какие у меня философские взгляды, какое у меня философское учение, не знаю, скептицизм, герменевтика, как я все это прорабатываю, откуда все это берется, какие тексты я написал, о чем эти тексты. То есть, ему на это все будет плевать. Он услышит пару высказываний, попробует их разнести, ну и все. Получится, не получится, неизвестно. Может, получится. Сам пролетарий считается практически таким киборгом, на самом деле. Я заплатил ему 50 баксов, потому что, xkill, потому что я заплатил ему 50 баксов. И я к нему напрашивался, как бы получается. Но мне это полезно. Чувствую, в котором объект субъект. Ну, тут еще такой момент есть, что революционный социализм. Ну, Влад, вы знаете, в чем дело? Я не являюсь специалистом по аналитической философии, это во-первых. Во-вторых, я снимал видео по аналитической философии для общего потока студентов, которые не являются студентами философского факультета. Причем, маргинал там с некоторыми, в общем-то, выводами, ну, тоже был не очень прав. Ну, то есть, там половина комментариев посвящена тому, какой я долбоем, в общем-то. И некоторые комментарии так или иначе появились из-за того, что маргинал неправильно расслышал мои слова или неправильно их понял. Ну, или, например, я говорю что-то в духе. Ученые не используют в науке непосредственно те или иные высказывания, там, не знаю, атомарные высказывания. Маргинал говорит, ну, конечно, не использует. Я иду в магазин, например. Когда физики, вы видели высказывание, я иду в магазин. Какая сфера физики занимается походами в магазин, друзья? У меня просто интересный вопрос, я не знаю, никогда не знал. не думал, что вот это вот высказывание может быть использовано в науке. И так далее, так далее, так далее. Там, на самом деле, очень много и у него самого косяков в разборе. Но я согласен, что маргинал, по большей части, очень правильно меня раскритиковал по аналитической философии. Главное, многое добавил. То есть, смотреть после моей лекции для углубления разбора маргинала было бы очень хорошо. Ну, я позитивно отношусь к разбору. К этому, в целом. Chase Dreams. Анатолий Маргинал сам даже говорил о своей идее создать когда-то фрик-шоу на ютубе. В принципе, Марго сам в самом деле правильно пользуется своими оригинальными чертами лица и поведения. Да лицо у него нормальное, то есть, он не урод. Ну, то есть, это обычный парень. Никаких у него, не знаю, уродств нет. Он высокий, он нормальный. Длинные волосы у него растут, он не лысый. Это нормальный чувак. Это нормальный чувак просто. О каком видео идет речь, ну, вы можете посмотреть у меня в группе, опять же. Метафизика это почти вся аналитическая философия. Тут все зависит от того, как мы определяем аналитическую философию. Просто у Маргинала очень широкое определение аналитической философии. Хайлайта нет. Ну, у Маргинала очень широкое определение аналитической философии. Он называет аналитической философией всю академическую современную философию, которая занимается доказательствами, по сути. В которой есть доказательная структура. Все. Ну, как бы лол. Это очень широкое определение. И особенно оно не относится к тому видео, где я разбирал аналитическую философию в 20 веке, при том в начале 20 века по преимуществу. Какого роста Марго, друзья? Он, по-моему, нормального среднего роста. Ну, сколько там? Метр семьдесят пять, наверное. В принципе, любой. Он имеет некую... Метр семьдесят семь. Нормально. Чуть-чуть выше среднего. Он методологически акселерционистский, так или иначе. Потому что, ну, чем хуже, тем лучше. Чем хуже живет пролетарий, тем больше у него революционный потенциал, так или иначе. То есть, аксизм, безусловно, кстати, в этом смысле, конечно, марксизм, безусловно, акселерционизм. Вот, марксизм, это акселерционист. Ник Лэнд, акселерционист. Он такой специфический акселерционист. Как он, ну, прощение марксизма, надо поинтересоваться. Не могу ответить так подробно. Ну да, он вроде высокий, друзья. Я, кстати, реально думал, что он высокий, не метр семьдесят семь, но неважно. Ну, я метр восемьдесят семь просто. Я не знаю, выше он меня или не выше, но вроде он высокий все равно. Кстати, если только точный вопрос надо выяснить. Да, определенно. Так, 1-3-3-7 дисордер, 500 рублей. Отличный гость, отличная беседа. Осуждаем все плохое, одобряем все хорошее. Так, спасибо. Маскин 300 рублей, нашли ли вот цветной принтер, это, наверное, шутка какая-то. Блэк Сильвер Тольятти 299 рублей. Можно ли сказать, что США находится в парадигме археомодерна, раз большинство американцев являются христианами? Очень интересный момент. Знаете, есть такой философ, современный молодой русский, Валентин Шередников. Он написал крайне интересную диссертацию кандидатскую. Археомодерне в США. И с его точки зрения... Понимаете, какой я великий, я бы не стал. Ну, то есть, я бы на полном серьезе не стал бы, наверное, тусить с Дугиным. Ну, то есть, если бы это и была тусовка, то я был бы очень ироничен, наверное, рядом с ним. Ну, я даже не представляю себе условия, при которых это могло бы произойти. Мне просто Дугин не особо интересен. Не-не. Ну, просто Марго давно хотел затащить его на стрим. Ладно, с Марго все понятно, окей. Марго отлично. Затащи, исполнил свою мечту. А археомодерн США устроен противоположным образом по отношению к археомодерну в России, где у нас в знаменателе Аркайка... Ну, просто слушать, ну, не то чтобы совсем бреднее, но довольно-таки несвязанную речь старика, который даже не пытается как-то прояснить свои мысли, который очень сильно растягивает свои предложения на очень большие такие расстояния. Это не очень интересно. Это не очень, как бы, заслуживает траты времени. Но, с другой стороны, мы видим на Твиче 3209 просмотров. 3209 просмотров. Ну, то есть, это побольше, чем обычно. Модерна. Так вот, согласно Чередникову, главный тезис, что в американской культуре все наоборот. Что модерны находятся в знаменателе, то есть в основании некой структуры модерна, что общество создано без корней, как искусственный эксперимент на пустой, освобожденный, очищенный от индейцев, уничтоженный черный. О, маргинал, индейцы уничтожены. Это такой, о, а что ты ответишь ему? Ты же живешь в Америке, ты же любишь Америку. Как так можно? Чумой территории, просто выжженной земли, там воцарился модерн. А сверху, как бы, этот модерн прикрыт, прикрыт христианством, традиционными ценностями, но внутри это уже роботы, это уже некоторая такая, пустыня Николэнда такая. А сверху такой псевдо... Друзья, если хотите продлить просмотр этого видео, ну, давайте закиньте еще какую-нибудь сумму на продление. Ну, в целом, мы закончили смотреть тот отрывок, который нам заказали.